Отдохнуть всей семьёй и провести время с пользой смогли тысячи иркутян и гостей города. На набережной Ангары все выходные работали разные тематические площадки фестиваля «Энергия плюс». Игры, книги, кино, мастер-классы, дискуссии, встречи со знаменитостями. Вариантов было так много, что люди порой с трудом успевали с одного мероприятия на другое. Артемия Драгунского публика отпустила не сразу. Внук Виктора Драгунского, автора известных Денискиных рассказов, сегодня снимает по этому произведению сериал. Больше часа иркутяне задавали вопросы режиссёру о его творчестве и кинематографе. Здесь я приехал как будто бы к своим давним друзьям. Мы все говорим на одном языке. У нас какие-то понятные эстетические ориентиры, эстетические планки. Мне это очень нравится, и мне очень нравится, что дети заинтересованы в том, куда им развиваться, как им развиваться. Не остались в стороне и книголюбы. Встреча с автором 11 романов Шамилем Идиатулиным подарила ценителям литературы массу яркой информации. К тому же у всех желающих была возможность получить автограф автора, как и у других именитых гостей фестиваля. В их числе были Гоша Куценко, Виктория Исакова, Татьяна Толстая. Общение с выдающимися деятелями культуры и масштабный праздник второй год дарит Иркутску основанный Олегом Дерипаской «Энергохолдинг Н-Плюс». Многие гости приезжают в столицу региона как раз ради этого фестиваля. Мы каждый год ездим, когда какие-то здесь фестивали или что-то, мы приезжаем из города Ангарска. Молодцы, «Энергия Плюс», но что, стараются для города, для жителей не только Иркутска, а и вообще, кто ближайший, все приезжают. Большое спасибо Олегу Дерипаске за то, что как два года мероприятия приходится в Иркутске, за то, что можно увидеть режиссеров, писателей. Три насыщенных дня фестиваля «Энергия Плюс» позади. Но получать позитивные эмоции от этого события иркутяне и гости города продолжат и дальше. Как минимум до конца лета будут украшать набережную, созданные на фестивале огромные скульптуры из соломы. Ксения Бутина, Владимир Пинаев, Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова